Всем привет сегодня 21 марта 2018 год время 21 час 25 минут ну вот собственно говоря как и обещал в предыдущих видео материалах что на канале ДПС ГИБДД ОМД России будут опубликованы видео материалы судебных заседаний сегодня состоялось судебное заседание в мировом суде судебного участка 78 по Копинскому району города Санкт-Петербурга судья Меркушева Ирина Владимировна между тем насколько мне известно канал смотрят практикующие юристы адвокаты должностные лица вот как вы считаете такой вопрос может ли выступать доказательством по делу протокол об административном правонарушении который не подписан должностным лицом просто свое мнение можете оставить в виде комментарии под видеороликом ну а так в принципе пока у меня все приятного просмотра всем пока других ходатай нет Вопрос в том, что рассмотрим дело, как свидетель портножка дошел, вечерка, мы ее создаем ближайшим образом, по мнению участников процесса, возможно, не рассмотрим дело, вот это и вечерка. Просмотрим, как свидетельство, вечерка, соглашаюсь с протоколом административного правонарушения 30 декабря 2017 года в 20 часов 25 минут, вечерка Сергея Дмитриевич, дом 32, подвластном проспекте, Копино, Санкт-Петербурга, управляем транспортным средством МАЗа 65, без установленных на предназначенной на этого места государственных регистрационных знаков, а именно передний государственный номерной знак, находился под лобовым стеклом автомобиля, двигался в Козловском проспекте от электромашиностроителей, полиции Веры Польской, нарушившись два основных положений, подопуску транспортных крест, эксплуатации и банки должностных лиц по обеспечению безопасности и транспортного движения право дорожного движения Российской Федерации. На данном этапе судебного разбирательства защитники желают высказаться относительно существа дела? Не слушайте. Тогда пригласите, пожалуйста, свидетельство. К трибуне подходите, пожалуйста. Ваша фамилия и имя, отчество? Повар Тнов Александр Андреевич. Место работы и должность. МВД России по Клопенскому району города Санкт-Петербурга, инспектор ДПС, отдельного взвода ДПС ГИБДД. Вы, Вечерка Сергея Дмитриевича, раньше знали? До составления материала, нет. Будете наброшены в качестве свидетеля, обязаны давать полные правдивые показания, сообщить все, что вам известно по делу перед непоставленным вопросом, иметь право не свидетельствовать против себя или близких родственников, давать показания на родном языке, пользоваться бесплатной помощью переводчика. Вам права понятны? Да. Вы предупреждаете об административной ответственности за дачу заведомо нужных показаний в статье 17.9 КВАП РФ о том, что вам права, о том, что предупреждены. Распишитесь, пожалуйста, в расписке у вас с регионом. Пожалуйста, расскажите, что вам известно. Число, дату, не помню в этом году. Месяц, год, время года. Максимум два месяца назад. Что? Месяц тоже не помню. Давно было материалом, скажется, но было бы там, тоже не в законочку. Ваша честь, мы не против, если бы инспектор познакомился с протоколом, вы их вспомнили. Ну, сначала вот расскажите, что вы вспомните, потом будет регион протокол. По времени, по дате, ну, даже не скажу. Значит, находились на дорожном транспортном происшествии по адресу заводской 32, если не ошибаюсь. Увидел проезжающее мимо транспортное средство белого цвета, у которого отсутствовал на установленном заводе изготовителя месте государственный регистрационный знак передний. И он находился под лобовым штуком. Значит, данное транспортное средство было установлено. Далее попросил его переехать еще дальше за перекресток, потому что там ДТП было, чтобы не создавать. И составлен административный протокол. Вы в этот момент находились при исполнении служебных надежностей? Да, все верно. Вы сказали, мы. Вы с кем находились? Отчество не помню. Озеров фамилия. Он с патрульной постовой службы. В рамках операции за стол. Мы с ним несли слово в 100 экипажа 0185. Это белая машина двигалась в каком направлении? Она двигалась, сейчас скажу, вот машина строителей в сторону улицы обороны по Завосковому проспекту. По какому улицу она двигалась? В Завоскопроспекту. Вот машина строителей в сторону обороны к Новому проспекту. Относительно перекрестка Завоскового проспекта с улицы Веруслужская она где была остановлена? Остановлена, получается, справа на стороне АЗС. Она проехала перекресток к Веруслужской Завосковой проспекту? Первый раз, когда я ее остановила, она не проехала. А в дальнейшем я попросил переехать через перекресток. Я, получается, остановил его до перекрестка. И попросил его переехать через него, чтобы он создавал эту нововеренную ситуацию. Там расширение кармана было на дольше. Первоначально была остановлена до перекрестка? Да. У дома какого, примерно? Ну, там же 32. Получается, за перекрестком там первый 38. За рулем вот этой автомашины белого цвета кто находился? На крыльях. В самом деле не скажу, не помню. Задний регистрационный знак вы установили? Да, читаем и установили все. Дальше, что происходило после второй остановки транспортного средства? Каким образом происходило оформление документов? Попросил человека объяснить, почему у него номер под заболеваемым стеклом. Он пояснил, что месяц назад у него было дорожно-транспортное происшествие. В результате чего, как же он сказал, какая-то рамка, что это? Ну, которая крепится в государственный регистрационный знак. Пришла в негодность, он заказал новую, а пока она не пришла. Таким образом. Ну, соответственно, статью КОПа 12.2.2 составляем материал. Вот. Также он попросил помощь подождать его представителя. Дождались. Значит, протокол днестратива про нарушения вы где вставляли? В служебной машине. Адрес его получается там, заводской, 38 же. Ну, вот, пронес второй остановки. При составлении Вами протокол днестратива про нарушение вечерка присутствует? При составлении. Нет, он пожелал остаться в своем транспортном среде. Сказал, чтобы посидеть, составлять, я разнуюкую. Дальше что происходило? Значит, изначально ждали меня минут 20. Он спросил, я говорю, подписывать будете? Он говорит, дайте я знакомлюсь. Я говорю, да, конечно, я знакомлюсь. Разъяснил ему эту статью 55, по-моему, 25.1. Соответственно, по телефону, связавшись с представителем, он сказал, нет, мы не будем ждать, я пока ничего подписывания не буду, но я долго поизучаю. Говорит, да, без проблем. Машина все равно, аккумулятор села. Говорю, ну, тебе это время, какая разница. Приехал представитель, не ознакомились, ввесли свои, так сказать, ну, административные все равно, и подписали. А еще было ходатайство. Предвеждаем. Значит, вы права и обязанности лица, в отношении которого возбуждено дело административного правонарушения, разъясняли вечерком? Ну, конечно, я разъяснял, уже расписался. А где вы разъясняли? Ну, я ему разъяснял, уже когда он первый раз в свою машину прописывает, там, даже ручки разве. То есть не в присутствии еще его защитника? Еще нет. Вечерка ознакомился с протоколом административного правонарушения? Ну, они, да, совместно, узнакомились. Вечерка писал объяснение в протоколе? Ну, да. Объяснение он писал до приезда защитника? Он начал писать объяснение, потом сказал, нет, вы все-таки подожду у защитника, и в итоге дописывали, а не получается, в месяц. Вот так же было. О том, что права и обязанности предусмотрены статьей 25.1 КУАП Российской Федерации, 51 Конституции, Вечерка расписывался? Ну, по-моему, он был предоставлен. Он в какой момент расписывался за это? Уже когда он защитник был. Вы подписывали протокол об административном правонарушении? Ну, конечно, снизу же подписи, там, да, номер стоит. Вечерка подписывал протокол? Ну, на копию он подписался и подписался, в двух местах расписывался. Копия протокола об административном правонарушении Вечерка выручалась? Да, там же она есть. Вы вносили изменения в протокол об административном правонарушении? Да, вносили. В какой момент? В момент расставления, если не ошибаюсь. Еще, по-моему, даже до приезда защитника вынесли. Вечерка был ознакомлен с внесенными изменениями? Да, я на улице сказал, давайте я даже услугу прочитаю, если почерк не понятен. Снизу сделал пометку и поставил галку, чтобы обратил внимание, что внесенные изменения. Вечерка расписывался о том, что ознакомлены с внесенными изменениями? Нет. Почему? Потому что они внесены были еще при составлении. Что? Конечно, внесены при составлении, зачем им расписываться? Они же после составления... Нет, ты сказали, что поставили галку, где им нужно расписание. Чтобы он обратил внимание, что внесены изменения. Если бы я его вызвал на следующий день, у него с изменениями, то буду вызвать, но я не знаю, как это действует очень. А о чем были внесены изменения? Я ошибочно, по-моему, поставил пункт 2, право дорожного движения, но в том, что транспортных средств, что я не ошибаюсь. Пункт правил неверующих ставил. Вы сами удостоверяли внесенные изменения? Ну, я поставил одну пропись, достаточно. Значит, все-таки защитник присутствовал с какого момента? Ну, когда защитник подъехал, он у него ушел с протокола, как раз уже написано. Ну, и вот они в моем присутствии сели в машину и начали писать объяснение, и ходили с ним. Не в нашу служебную службу, а в СОИ у нас сегодня. В общем. Фотографирование на месте события производилось? Да, ну, я фотографию сделал, где находился я в ВИС, в регистрационном издатке. А вы при помощи с какой аппаратурой фотографировали? Мобильного телефона. В протокол административного пронарушения приложена фотография. Это именно та автомашина? Да, да. Вечерка. Да, подойдите, пожалуйста, и предъявляет свидетель, что это протокол административного пронарушения. Протокол административного пронарушения в Вами составлялся? Да, естественно, в вашу почву. Вашу почву, вы подписывали его? Ну вот. У вас сколько подписей здесь стоит? Одна. Она под чем? Внизу протокола она стоит. Почему-то. Федография, подпись на основном лица стоит? В соответствии, статья 28. Ну, это не проходит, да? Ну, тогда она сделала бы удобство составления. Стоит, не может, там и поставил. Ну, эта подпись, она поставлена о чем? О том, что составлен протокол. Так, значит, тогда несильнее исправление Вами не подписано, да? Значит, изменения вносились в момент составления протокола. Хорошо. В момента здесь я не... Человеку копия с изменениями дана, правильно? Да, да. А зачем ты дана подпись? Ваша подпись, она... Вы подписали, потому что это Вы внесли изменения. Вы заверили изменения своей подписью или нет? Фамилия же моя почерк там. Фамилия ваша почерк. А подпись чья? Моя. Она о чем говорит ваша подпись здесь? Что я составил протокол и вносил изменения. И все это одна подпись у Вас? Да, да. А так положено, да? Хорошо, а подпись не чирка, а то, что здесь здесь есть, а то, что Вы нас знакомы с внесением изменений. Я Вам копию дал. Копию протокола. Да. И, соответственно, зачитал перед тем, как он подписывал, что было написано в протоколе. Соответственно, копию он получил. Все, остальные, значит, узнакомлю. Копия вечерка вручалась с внесенными изменениями? Да, я слышу. Значит, Вы содержание этого протокола подтверждаете? Да, конечно, почему. Объяснение вот вечерка давал, такие были в протоколе? Двумя разными постами Вы сказали? Да, но в протоколе указана дата 30 декабря 2017 года. Время вечерняя должна быть после 9-ти точно. У Вас 25 подтверждаете в части времени? Да, 20 декабря 2017 года. Фамилию Вы не вспомнили, вот здесь сказано, что он фотоаппарат. Подтверждаете? Угу. Значит, фотография приложена. Фамилия вручную, такая же, необычная. Это кто производил фотографию вечерной? Я вечерной. У нас у меня был телефон. Фадатство в какой момент подавалось? В момент встали на протокол. Так, определение вы носили? Угу. Писал, да, да, и печатал, я уже сказал. Подтверждаете? Да, да. Так, Вы можете вернуться, пожалуйста, на просмотр. Да, Вас служит, пожалуйста, в качестве защитника допущен составляем материала. Это ошибка, Дмитрий Геннадьевич. То есть, Вы помните именно? Да, конечно, помню. А вот в Ваши обязанности входит разъяснение процессуальных прав и обязанностей защитника? Или не входит? Я не могу это ни на этот выпуск. Понятно. А скажите, пожалуйста, определение выносилось по результатам осмотрения ходатайства в этот же час? Ну, да, ГИБДД. ГИБДД? Ну, потому что печатали. То есть, печатали ГИБДД? Сразу Вы не рассматривали? Он на месте нет? Скажите, пожалуйста, вот есть и графа, подпись лица составившего протокол. А в этой графе должна быть подпись составителя такого протокола? Промазал чуть ниже, поставил. Что, ну, действительно, если бы я, ладно, вносил бы изменения в другой день, вызвал бы человека, дай под подпись его ознакомить, с внесенным извинением еще раз заверить своей подписью, это, ну, здесь-то все при нем вставлялось, все при нем зачитывалось, соответственно. А вот процессуальные права лица предыдущих ответственности Вами разъяснялись тогда, когда я был? Нет, когда у Вас не было, да, первый раз, когда я ему отдал, все, у меня разъяснял, он сел в машину, нервом, конечно, как по-другому-то. И вот после этого я около двери стоял на минут 10, соответственно, сказал, что уберем протокол, сказал, пока, а, нет, даже по-другому, не возвращал, он так и изучал себя. Ясно. И еще вопрос. А надо ли удостоверять лицу привлекаемых ответственностей, чтобы он должен тебя знакомить с внесенными исправлениями и закрепить этой подписью с расшифровкой соответствующей графе протокола? Либо то место, там вместе протокол, где вносились изменения? Ну, лицо разъяснил, да, все там уже на месте. То есть, я правильно понимаю, из Вашего ответа можно сделать вывод, что удостоверять не обязательно лицу привлекаемых ответственностей, точнее, ставить отметку протокола о внесении изменений, вот ему непосредственно. Нет, ну как, отметку-то я поставил. А ему это надо, удостоверять свою подпись с расшифровкой из даты о внесении изменений? Ну, по-моему, именно, потому что в этот момент составление еще составляется, и изменения уносятся не позже, а до подписания еще. Это какой-то. Все ясно, пока вопрос. Спасибо. Коллега? Не, допуск, нет. А в каком порядке производится подписание? Вы сначала таков подписываете или лицо в отношении, которое составляетесь к этому? Ну, сначала нужно дать ознакомиться с человеком, тогда был бы там не упавшись. Еще вопросы к свидетелю у Мукса? Нет вообще. Ирина, спасибо, что подошли. Ирина, спасибо, что подошли. Ирина, спасибо, что подошли. Ирина, спасибо, что подошли. Кроме того, как мы выяснили при опросе свидетеля, который собственными объяснениями подтвердил, что он не разъяснял процессуальные права защиты. Ирина, что идет в разрез статью 25.5 Кодекса и правонарушения Российской Федерации. Кроме того, как мы видим, в протоколе отсутствует подпись должностного лица, составившего его. Следовательно, подчеркиваю, нельзя такой протокол использовать в качестве доказательств. Ввиду безложного, я прошу прекратить производство по делу в соответствии с пунктом 2, часть 1, статьи 24.5 Кодекса. В отношении вечерок. У меня все. Предложил бы по первой части, поскольку предъявленное обвинение не зафиксировано должностным лицом, то есть фактически оно не предъявлено. по этому отсутствию события правонарушения. Участников процесса еще дополнение, дополнительное доказательство. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Судья постановил Вечерка Сергея Дмитриевича признать виновным в совершении административного нарушения предусмотрен статья 12.2 в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушений назначить ему административное наказание в виде административного штрафа на ход бюджета в размере 5 тысяч рублей. Административный штраф подлежит оплате получателя УФК по ЗМГ в ГВД России по ЗМГ в ГВД Городской области и излzeniu 783 302 202, КПЫ 781345 201, КПЫ 4032, КПЫ 4030 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok